И давайте по примерам пробегаемся. Осталось, наверное, слайдов 6-7, ну в общем немножко совсем. Агентство стратегического развития. Компания, ну тут в принципе написано, аналитическое консалтинговое агентство в сфере девелопмента, городостроительства, урбанистики, ничего не понятно. В общем это некая компания, которую знает много-много-много различных организаций, государственных других компаний, которая может разработать различные проекты стратегические по огромным-огромным строительству, огромных проектов, парков, зданий гигантских. И их главная аудитория это именно государственные какие-то учреждения. И в принципе их целевая аудитория делится на много-много сегментов. Это архитекторы и собственники недвижимости, инвестиционные компании, девелоперы, органы государственной власти. Но они конечно метят именно в крупные компании, только там. И вот вопрос сразу. У них есть, они участвуют во многих мероприятиях, у них есть огромное количество видеороликов с их специалистами, со всяких выступлений. По 3, 5, 6 часов выступления. Дикие, сложные, узкопрофильные. Но они для конкретной аудитории, они могут очень-очень круто подходить. Но аудитория очень разношерстная. И вот есть этот набор этого видеоконтента уже существующий. И запрос. Что делать с YouTube каналом? Нужно ли что-то делать? И как вообще работать с тем контентом, который есть? Ну во-первых, как бы, что создавать, какие видеоролики? Хотя на самом деле первая мысль, надо максимально использовать то, что уже есть. То есть использовать существующие видео. И вообще к чему мы приходим? Узкая ниша. Разные ЦА. На YouTube уже накинуты всякие видеоролики, куча разных. Мы понимаем, что стратегия подписчики не вообще бесполезна. Продвижение в топ. Ну, может быть, чуть позже можно над этим подумать. По очень-очень-очень узким профильным запросам. Почему бы нет? Но опять же, по тем видео, которые уже существуют, и которые так и так на мероприятиях выступают, и есть видео, чтобы не тратиться лишний раз. Потом мы понимаем, вот рассказывают, когда общаешься с клиентом. Мы помогаем различным предприятиям участвовать в конкурсах. То есть, что для этого нужно, как подготовить проект-презентацию, как правильно выступить, что нужно доносить, какие смыслы, чтобы этот конкурс выиграть. Это как бы одна из пользы для одной аудитории. Делать только под эту аудиторию совсем узкую YouTube-канал отдельно бессмысленно. Поэтому, как бы, вывод. Нам нужен YouTube-канал с четким разделением по плейлистам. Каждый плейлист полезен для определенного сегмента аудитории, который при общении, при продажах можно скидывать этому сегменту, предлагая ознакомиться с кейсами, этими выступлениями и прочим. Опять же, лишние знакомства дополнительные. И по их правильным формулировкам, основная задача это именно раскрутка имиджа, для того, чтобы к ним обращались все больше и больше крупные предприятия и государственные органы власти. И YouTube становится просто визиткой, просто упаковкой. И не больше. Но мы должны все сделать максимально удобно для каждого сегмента. При этом, скорее всего, лучше перенести все видео на сайт, сегментировать это в блоге под каждое направление и туда встроить видеоролики и сделать статьи. И еще, так как это узкая тематика, эти статьи распространить на других ресурсах, бесплатных, тоже, чтобы они продвигались в органике. И с точки зрения продвижения такого направления, как гипотеза, это скорее нужно, в B2B нужно максимально лично общаться. И эти личные связи, они помогают выстраивать отношения для будущих продаж и получения потенциальной базы клиентов и клиентов. Поэтому самый лучший метод продаж через мероприятие, через выступление и плюс через общение круглые столы и, наверное, через организацию своих мероприятий, где ты организатор. И вот здесь вот видео использовать это для того, чтобы собирать из различных существующих баз людей, приглашать, ну, как бы не продавать крупные объекты и проекты, а приглашать много-много разных специалистов, которые могут быть рекомендательными, приглашать на свои мероприятия платные, при этом хоть немножечко их окупать. И здесь уже можно использовать весь этот видеоконтент. То есть получается, что видео для сбора мероприятий, мероприятия будут уже являться тем прогревом и знакомствами, которые будут приводить к будущим клиентами, ну, и как бы закрывать цель продвижения имиджа компании. При этом можно видеоролики рассылать в холодную, но четко вот по определенным лицам, которые мы понимаем, что они занимаются этим, по базам существующим, но использовать этот таргет на сайт. Уличное освещение, ландшафтный дизайн. Так скажем, компания есть, которая умеет делать, короче, гениально знает, как сделать освещение везде. Она может сделать освещение в парке, не знаю, там, около какого-нибудь здания, на площади, в загородном доме, на территорию какого-нибудь там замка-крепости, как угодно. Совершенно разного рода. И она может все просчитать, все это, запрограммировать это освещение, чтобы оно как-то там включалось автоматически. То есть, эксперт в этом комплексном решении. Есть, ну, просто это как бы в одну категорию попало, ландшафтный дизайн, который также можно сделать в загородном доме, а можно сделать, решив, и сделать красивейший парк. Так же обустроить. И вот эти все темы, у них есть два типа аудитории. Физики, физические лица и B2B-шные. B2B-компании, ну, есть еще тип, не буду сейчас, я уже не помню, как правильно называется, но, в общем, вот эти государственные органы, которые заказывают госзаказы, так сказать, по обустройству каких-то территорий. И как бы и одна тема, и вторая тема сюда подходит. И, как бы, какое решение для них, нужно ли что-то им вообще внедрять, вот конкретно для них. И здесь мы сразу же понимаем, что 100% есть смысл сделать видеоупаковку, потому что словами, что мы в этом разбираемся, недостаточно, нужно это визуально доказать. А проекты есть, и мы можем показать это. Круто. Видеокейсы. В видеокейсах возникают проблемы с точки зрения, а будут ли давать отзывы, это первое. Второе, согласятся ли. Второе, это конфиденциальность. То есть, например, жители загородных домов, обычно это богатые люди, и они не хотят светиться своими территориями. Тем более, в кадре показывать себя. Поэтому здесь нужно, во-первых, максимально часто договариваться заранее, чтобы разрешили хотя бы снять все, что получилось, и это показать. И кроме того, что это визуально показать можно на фотографиях, в видео это можно объяснить пошагово, как это делалось, как мы уже говорили, это дополнительное доверие. Плюс отзыв. То есть, физикам им продвигаться по уличному освещению очень сложно, потому что видеокейсы не сделаешь. А вот большие проекты, договориться с градостроительными, что мы можем ли нам просто разрешение снять в этом парке, как у нас что сделано, и об этом рассказать можно или нет, там, или кто-то из ваших специалистов прокомментирует. Вполне можно договориться. Самое сложное это договариваться. То есть, здесь работа продюсера, администратора, самое-самое сложное и важное. А уже как это будет преподнесено с точки зрения качества видео, оно немножечко уходит на второй план. Но вот видеокейс это самое-самое ценное. Следующий шаг это 6.15 секунд видеоролики, напоминание о бренде, если это нужно, тем, кто был на ретаргете. И все. Ну то есть, минимальное использование для такого вот именно продвижения решения. Теперь, например, возьмем бизнес-тренер или тренер по продажам, или консалтинг. Но именно это связано с предложениями и тренерством с большими компаниями, крупными. Ну и в принципе, ца, как бы желательно, чтобы были крупные компании у них. Больше чеки, обучение отделов продаж, обучение финансовых отделов, бухгалтерии и все прочее, все прочее. Повышение квалификации. И, ну то есть, можно примерно считать, что эта тема близка к B2B. Здесь я хотел бы показать такой пример, что, например, этим занимается какой-то один человек, развивая свой личный бренд. В основном он сейчас продвигается через сарафанку, но хочется уже, блин, всегда вот хочется, но хватит уже через сарафанку, уже это как бы меньше работает. Хочется это как-то упаковать. Или, например, каждый раз рассказывать одно и то же, продавая, тоже не хочется. Это тоже, кстати, потенциально можно создать по этому направлению видеоролики. И для того, чтобы увеличить шансы, что у тебя купят, создается некий YouTube канал, куда загружаются некие видеоролики. Причем нет смысла продвигать в топ, нет смысла продвигать комплексно по подписчикам. Это тупо визитка, упаковка в B2B, YouTube, ну нужна ли эта упаковка в YouTube? Да, нужна. Почему? Потому что мы туда можем выложить видеоотзывы в одном месте. Ну, скажем, это просто ссылка, где переходят на YouTube канал, смотрят, типа, кто что, круто, там, может быть, даже оформление, в принципе, может повлиять. И вот на этом примере оформление не так важно. Главное содержание. Человек может посмотреть отзывы, он может посмотреть отрывки, там, небольшие, с разных выступлений, где учит данный тренер других в компании. Сделать, может быть, такую маленькую видеовизитку, показать, где он выступает, чтобы сразу видели, да, ну, то есть он там и железные дороги, и в... Где он только в каких больших компаниях не выступал, ну, то есть сразу какое-то доверие возникает, ну, плюс какие-то другие дополнительные факты продающие, можно тоже упаковать. И, в принципе, это просто такая вот, ну, не свалка, конечно, это там организованное размещение видеороликов, которые просто презентуют тренера как такового и напрямую просто говорят. Вот я, вот мы сделали такое, вот так о нас говорят, обо мне говорят, вот, приходите ко мне, я круто, я вам реально помогу. И я не удержусь показать отзыв, почему, потому что он, вот это, как бы, пример отзыва, который очень искренне вызывает доверие. И еще я обращаю внимание, смотрите, как лучше всего делать заголовки. То есть я в шоке, думал, что разбираюсь в этом хорошо. Хорошо, презентация на 92 миллиона рублей. А, прикольно, ну, то есть такое, интересно посмотреть. С нуля узнали все, тогда я, как убеждать людей. То есть главная мысль отзыва, о чем будет речь вести, сразу можно даже выбрать, в принципе, и понять о чем. Один факт принес то-то, то-то, то-то. Хм, интересно, что там, как это было, что там скажут. Там плюс 200% скорость создания презентации. То есть есть, как каждый раз пишется в каждом отзыве, что результат и какой-то такой привлекательный заголовок. Давайте смотреть. Причем неважно, какого это качества, как это снято. Просто ты видишь, что мужик, Паша, прости меня, с микрофона видно, что тут организованы мероприятия. То есть не кто-то там где-то, да, там мониторы. Ну и сейчас сами поймете по содержанию, как вот это происходит, отзыв. Поехали. Итак, друзья, рядом со мной Алексей, вот, наш вид участник. Расскажи, чем ты занимаешься? Всем привет, меня зовут Алексей Корнауков, я занимаюсь производством изделий из тонкой листовой стали. Это вентиляционные шахты, куполаны, церкви, дымоходы и прочие вещи из железа. Так же у меня есть... Дай чуть поближе, чтобы слышно было. Так же у меня есть направление по капитальному ремонту квартирных домов, мы поставляем туда материалы. И сейчас мы открываем еще один бизнес в сфере красоты. Вчера я был на семинаре у Павла Лебедева, первый день был. Давай, это как будто заучил все, они же не поверят, что ты у меня был. Расскажи вообще твои впечатления. Короче, я охренел, потому что я делал... Вот, вот профессионально, в кадре оба, важно, да, вывести на искреннее что-то. Я охренел. Это самый лучший отзыв, наверное. Потом это начинает раскрываться. Я проходил много тренингов, я делал упаковку своего бизнеса, не раз его переупаковывал. И думал, что в принципе разбираюсь, что я шарю, и то, что у меня на достаточно хорошем уровне. Вчера за один день я понял то, что очень много, очень большое пространство для развития в этой сфере, очень большая точка роста, переупаковаться. Самый основной сайт для меня стало то, что проработка целевой аудитории может быть настолько глубокой, настолько въедливой, настолько сегментированной, при этом, как сказать, при этом Павел дал такие нам формулы, такие таблицы, которые просто... Вот, ну, то есть, и Паша, он ведет разговор, отзывы, и все время доносит определенный смысл, закрывает какое-то возражение, он очень это грамотно делает, аккуратно. Например, сейчас, вот сейчас, вот прямо на этот момент. Я просто объясню, у нас были такие таблички, где рабочая тетрадь, вон, да? Да. Вот. У нас вот есть рабочая тетрадь, и я, ребята, блин, сколько у тебя всего списано, вот такие рабочие тетради, и тут таблицы, где просто берешь и заполняешь, и тут думать особо не нужно, то есть, ты сразу понимаешь, что делать. Ты это хотел сказать? Да, я хотел сказать это, но по факту... И, ну, это только маленькие примеры, дальше еще другие смыслы доносятся. И очень интересно посмотреть вот именно построение отзывов. И это инструмент для продвижения. Ну, здесь конкретно это там бизнесмен, но, в принципе, это сотрудники компании и рекомендатели будущего. Это B2B тема. Все, крайний, крайний кейс. Пример, точнее, маркировка. Некая компания, которая круто разбирается в чем-то одном, хоть и сложном. Маркировка. Как маркировать продукцию для того, чтобы правильно выстроить логистику, чтобы не уменьшить деньги, чтобы не попасть на проблемы, чтобы увеличить эффективность и прочие-прочие моменты в разных сферах и для разных как раз направлений, вот это вот решение для разных ниш бизнеса. Это все маркировка. И опять же, такой вопрос. Мы в этом разбираемся, мы готовы об этом рассказывать. Что нам делать? При этом, получается, тоже ряд решений, связанных с видео, которые, в принципе, нужны. Как раз опять видеопрезентации решений. Видеовизитка, чтобы объяснить более понятнее, что они вообще делают. Видео в топ по нишевым запросам, стопудово, потому что это ищут, как маркировать. Мы даже смотрели подробнее по этой теме. Интервью со специалистами, с журналистом. Вот здесь, как пример, вот они сидят. То есть, как бы разбираются с экспертом, обсуждают какие-то вопросы, где он делится информацией, какой-то вызывает доверие. Тут инструмент, о котором мы рассказывали, когда приглашаем журналиста и делим намного-много видеороликов, тоже здесь очень круто может сработать. И это вопрос до упаковки на один раз, который дальше будет работать. И все отраслевые выступления, если есть, также публикуем, делаем, оптимизируем по ключевым словам. И, возможно, но очень маловероятно, это попробовать настроиться на особую аудиторию или по каналам конкурентов. Точнее, на особую аудиторию по каналам конкурентов. Если есть каналы, где как раз говорится об эффективности, вот эти настройки этих процессов, что-то околотематическое. Но тоже это связано с упаковкой. Это вот тема для них. Через интервью это, в принципе, все грамотно оформить канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...